Капитальный ремонт моста через реку Кукса хутора Привольно ведется уже больше недели. За это время основные работы на объекте уже сделаны. Первое, с чего начали специалисты, это изменили русло реки с целью отвода воды. Мост был разобран, а после на обезвоженной территории установили армированную опалубку. Ее зальют бетоном и приступят к установке нового моста, который будет больше, удобнее и прочнее своего предшественника. Этот мост был всегда проблемой для жителей хутора. Его постоянно подмывало, размывало и уже назрела такая необходимость выполнить капитальный ремонт. Ремонт проводится за счет средств местного бюджета. На эти цели выделено 500 тысяч, прошли торги, определен подрядчик, сейчас он работает. Мы надеемся, что после этого ремонта проблема у жителей снимется. Администрация поселения ежегодно участвует в краевых целевых программах, привлекая для решения своих проблем средства из краевого бюджета. Но многое удается сделать и своими силами. Этот год для станицы Владимирской юбилейный, поэтому и планов много. Кое-что из намеченного уже выполнено. Сегодня также проводятся работы по ревизии инвентаризации уличного освещения, заменяются лампы. Эта работа проводится на всей территории поселения. У нас 22,5 километра уличных сетей, более 200 светильников, 250. К концу недели ревизия будет проведена, и уличное освещение будет приведено в порядок. До конца года мы еще планируем расширить сеть уличного освещения, осветить площадку спортивную на улице Коминтерна, будет 4 столба установлены, и осветить шлюз, который сейчас темно. На будущий год мы планируем в планах у нас осветить. Сейчас пока центральные все улицы, проездные улицы освещены. А на следующий год планируем осветить улицы, которые примыкают к реке Кукса, каналу Неволька, чтобы все переходы, мосты были у нас освещены, потому что участились чрезвычайные ситуации в связи с наводнением. Это требуется даже целью безопасности проживающих жителей на этих улицах. Владимирский дом культуры также облагораживается. Первоначально был запланирован ремонт прилегающих ДК территории, и денежные средства планировалось потратить именно на эти цели. Однако жизнь носит свои коррективы. В январе месяце был очень ураганный ветер, быстрый, какой-то такой скоротечный, и у нас сорвало часть торцевую, часть крыши дома культуры. И вот на протяжении этого времени велись все подготовительные работы, для того, чтобы было покрыто новым покрытием, составлены сметы, утверждены всевозможные бумаги. И на данный момент до 11 сентября уже строительная организация, подрядчик уже заканчивает должны свои работы. На замену 500 квадратных метров сорванной кровли из местного бюджета выделили 850 тысяч. На эти деньги планируется покрыть лишь поврежденную часть крыши, однако остальная ее часть также требует ремонта. Остальная часть крыши будем входить в какие-то программы целевые, для того, чтобы перекрыть все здание дома культуры, потому что дома культуры уже 45 лет, 40 лет дома культуры, и как бы уже подходит время замены не только крыши, но и отопительных всех наших коммуникаций. Большая радость появилась у детворы. Теперь им есть где поиграть. В хуторе Привольном теперь для детей есть своя детская площадка. Ей всего две недели. Здесь еще пахнет свежей краской. Но уже за этот небольшой период времени она сумела доставить детям большое количество приятных мгновений. Всего таких площадок установили три. Две станицы, одну в хуторе. Каждый такой комплект обошелся местному бюджету в 160 тысяч рублей. Но радость, которую это приобретение принесло местной детворе, не сравнить ни с какими потраченными средствами. Никогда не покупались площадки готовые, хоть это уже как бы и должно быть обыденной вещью в нашей жизни современной. Только в этом году было приобретено три площадки готовых, три комплекта. Подрядчик был Таганрог. И они нам установили. Одна из них установлена на хуторе. Здесь Привольный. Жители довольны, дети довольны. Пытаются своими силами жители здесь ее благоустраивать. Надеемся, что будут ее охранять, сохранять. Сколько бы не было детей, даже их здесь немного, здесь вообще население всего 150 человек, из них человек 30 детей, но и внимание этим детям тоже надо оказывать. Поэтому было решено, что хутор, чтобы он не был забыт и заброшен, этим деткам тоже уделить внимание. У Марии Викторовны четверо внуков. Все они теперь с удовольствием проводят время на этой площадке. Мы очень довольны. Большое спасибо администрации Владимирского сельского поселения. Они большой подарок нашим детям сделали. И мамам, и бабушкам намного лучше легче стало, потому что мы знаем, что дети либо дома, либо на площадке. Родители спокойны за безопасность детей, а малышам, в свою очередь, теперь есть где провести свой досуг. В ближайшее время рядом с песочницами, горками и качелями планируют поставить футбольные ворота. И тогда к развлечениям местной детворы добавятся еще и спортивные игры. Карина Огонян, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.